Топ 10 Автомобилей А будут автомобили, которые вы купите Если полностью отбросите здравый смысл И первыми в этом топе, точнее Ну на 10 месте этого топа Я размещаю автомобили Audi 100 В кузове C4 Это та самая сотка, которая в итоге Превратилась в Audi A6 Она выпускалась с 90 по 97 год В 95 году она стала называться Audi A6 Многие тогда говорили, что А это от того, что Алюминиевый кузов, ничего подобного Эти A6 тоже к нашим дням Уже прекрасно гниют, особенно передние крылья Которые никак не были оцинкованы Но в целом кузов действительно неплохо Противостоит коррозии, это большая Переднеприводная тачка, могла быть на трансмиссии Кватро, полный привод В некоторых комплектациях Этот полный привод мог быть даже с блокировкой Заднего дифференциала, вы конечно же Могли купить прекрасный седан Именно на таком седане, кстати, я учился Ездить в свое время, и мне он очень нравился Это был 2.6 на механике Прекрасный 6-цилиндровый мотор 150 лошадиных сил Могла быть версия 2.8 на 192 лошади С многоклапанными головками А могла быть совсем чумовая версия S, она называлась, если в версии Audi 100 она называлась S4 Если в версии A6, то она называлась С6 после рестайлинга 1995 года Так вот это спортивные тачки, содержать которых Стоит совсем других денег Не так как обычные A6 Или соточки в более ранних годах Но это совершенно чумовые тачки Там могли быть турбомоторы 2.2 на 220 и более лошадиных сил Которые раскачиваются еще больше Предок этого мотора стоял на той самой знаменитой Audi Quattro Или моторы 4.2 V8 Короче, мощность там могла быть Аж до 326 лошадиных сил Или около того Чумовые аппараты Довольно неплохие надежные дизели Могли встречаться 1.9 на более дохлые 90 либо 100 лошадиных сил Или 2.5 на 110, 115 и 140 лошадиных сил Классический автомат Механика Надежная, классная машина Большая, но в своих годах Ввиду того, что она уже очень старая Конечно, гниет, ничего не поделаешь Поэтому всего лишь 10 место На 9 месте Топа автомобиля до 100 тысяч Рублей либо гривен В общем, 3-4 тысячи долларов в нашей Украине она сейчас стоит Можно купить и совершенно чумовой итальянский автомобиль El Foromeo 156 Дизайнер великолепный Вальтер де Сильва Нарисовал потрясающие красоты автомобиль Это тот автомобиль, который едет Даже приятнее, чем выглядит Просто потрясающий автомобиль Академия, кстати, недавно такой автомобиль разбила бетонный куб И это говорит о состоянии этих автомобилей на сегодняшний день Да, пресловутая Альфа обладает пресловутой же надежностью Альфы Ни разу она не надежна Хотя, в общем-то, двигатели изначально довольно неплохие 1.6, 1.8, с твинспарк По две свечи на цилиндр Очень высокая удельная мощность моторов Чумовые трансмиссии Роботизированный автомат Либо же механика Особенно надежности не отличались 1.9 дизель довольно неплохой 2.4 дизель и вообще бессмертный мотор, кстати, классный А ведь могла быть и версия GTA С мотором аж 3.2 на 250 лошадиных сил Чумовая тачка Очень красивая, очень приятный салон Качественные материалы Но, к сожалению, на сегодняшний день Все они разваленные Ввиду того, что они уже старые А выпускались с 1997 по 2007 год Конечно, если вы найдете последних лет То она не будет стоить в эти деньги Она будет дороже Но за ухоженную Альфу 156 Можно отдать любые деньги Она доставит вам невероятное удовольствие На дороге Но надежность весьма посредственная Поэтому девятое место Исключительно за красивые глазки На восьмом месте Автомобиль мечта Автомобиль, о котором мечтают многие мальчишки Которые все хотят себе купить Как первый автомобиль Эти тачки выпускались с 90 по 2000 год Аж 10 лет И все 10 лет они были мечтой Потом их сменила другая мечта 46-й кузов Но он уже не входит в эти деньги Поэтому топ До 100 тысяч рублей, напоминаю BMW E36 Это мог быть компакт, хэтчбэк Это мог быть седан Это мог быть универсал Мог быть купе и кабриолет Широчайшая гамма кузовов Практически одна и та же тележка Ничем она не отличалась Немножко отличалась задняя подвеска компакта Там была задняя подвеска 30-го кузова предыдущего Но в целом гамма моторов, коробок и всего остального Абсолютно идентична друг к другу Совершенно чумовые шестицилиндровые моторы М50, М52 Надежные, великолепные Только следите за системой охлаждения Великолепные коробки передач Пяти-либо шестиступенчатая механика Пятиступенчатый автомат Либо робот DSG Впервые появившийся на BMW M3 Именно в этом кузове Чумовой мотор Который 7 раз был мотором года признан То есть лучший мотор года Жюри его признавало самым великолепным Это мотор S54B32 326 лошадиных сил с 3.2 Никакого турбонаддува там не было И в помине Лишь высокооборотная рядная шестерка BMW Прекрасные автомобили Есть проблемы сейчас с коррозионной стойкостью кузова Они почти все гнилые Моторы капиталены или поменены под 10 раз Пойдите еще найдите ее с ровными документами Чтобы соответствовал мотор, кузову, тормозам И всему остальному Там 10 раз менялась уже рейка Все вареные и перевареные Но это все потому что Что так вот относится к автомобилям BMW в нашей стране Принято на них гонять Вот это все приводит к тому Что все гонять хотят А чинить никто не хочет Поэтому на сегодняшний день Они большинство из них убитые К сожалению Но если вы такое купите И приведете в порядок То вы можете наслаждаться ей еще долгие годы Прекрасная управляемость И настоящий дух BMW В маленьком кузове E36 И так мы плавно подошли к 7 месту нашего топа И на 7 месте наконец-то Японский таки автомобиль Да, некоторые японские автомобили можно купить в эти деньги И в моем случае я поставил туда Хонду Civic Пятого или же шестого поколения В свое время я тоже посматривал на эти автомобили Но к сожалению Еще 4 года назад Я уже не находил их живых Ну может быть Сейчас сегодня вам повезет И вы все-таки сможете найти живой автомобиль Пятого либо шестого поколения Либо есть еще поколение 5,5 англичанин Который имеет свой особенный кузов Хэтчбек Либо же универсал Но построен технически на тележке Хонда Civic 5 поколения Это были трех-ли-пятидверные хэтчбеки Четырехдверный седан Двухдверное купе на американском рынке Но у нас они тоже в общем-то присутствуют Можно найти Особенных отличий в них нету Конечно шестое чуть новее, чуть современней Отличается лишь тем, что там чуть более современные моторы Уже не бывает моторов с моно-впрыском Как в пятом поколении Исключительно распределенный впрыск Чумовые моторы Но к сожалению Они уже все выработали практически свой ресурс Найти живую сложно Потому что, как и в случае с BMW На них гоняют Низкий клиренс Изначально была неплохая коррадиционная стойкость Но сегодня уже все задние арки гнилые Переваренные Все они битые, кривые Найти живой Civic 6 поколения На сегодняшний день большая проблема А пятого поколения практически невозможно Но я верю Именно ты найдешь свой Civic 5 поколения И покажешь всем Как должна ездить настоящая Honda Да что такое никто не пропускает А вот были бы мы на Honda А не, ничего бы не изменилось Никто бы нас не пропустил Это же не GELIC В нашей стране уважают только GELIC А Honda маленькую Civic нет Но управляемость ее Если вы в нее ввалите еще одну стоимость этого автомобиля Вас определенно порадует Поэтому седьмое место На шестом месте легендарнейший Mercedes 124 Я даже не знаю что о нем рассказывать Я о нем снял целых три видео В этих видео включайте Найдете всю информацию про 124 Единственное что можно сказать сейчас в этом видео Есть седаны, есть универсалы, есть купешки, есть кабриолеты Все это в принципе можно найти в эти деньги Но в эти деньги это будет скорее всего труп Удачи вам с ним Перейдем к следующему На пятом месте моего топа до 100 тысяч Рублей, либо же гривен Купешка Ну то что все седаны, да седаны Наверняка среди вас найдутся люди Которые хотят купить что-нибудь этакое С выпендрежем И самая распространенная купешка на украинском рынке В эти деньги Это либо Hyundai купе Который я вообще не хочу никуда Включать ни в какой топ Потому что он просто уродливый Либо все-таки Mitsubishi Eclipse К сожалению не того поколения Который был в том самом фильме Форсаж Первым самым Знаменитая На которой гонял Уокер Не Уокер Техасский Рейнджер А тот Уокер Который А вот Mitsubishi Eclipse Вполне себе интересная тачка За эти деньги вы найдете ее с мотором 1.8 Либо же самый распространенный Двухлитровый агрегат Был в нескольких версиях С одним распределенным валом Либо с двумя До 150 лошадей был этот двухлитровый мотор Довольно таки веселый Чумовой Заводной автомобильчик Ввиду своей распространенности У вас даже получится Найти его в хорошем состоянии Но как и любая купешка Как говорят перекупы Это вечный автомобиль Купил и фиг продашь Удачи вам с ним Надеюсь вам понравится эта купешка Потому что ездить вам на ней придется долго Ну или же продать в итоге За половину От того что вы ее купили Независимо от того Сколько денег вы в нее вложили Любой тюнинг в этом автомобиле Никогда в жизни не отобьется Но в принципе покататься на купешке По району Так как покружить А почему бы и нет Следующее место Какое оно там по счету Вроде как четвертое Тоже японский настоящий седан Переднеприводный Ну а как же ж большой Почему бы и нет Ниссан Максима Праворульные версии Его назывались Ниссан Цефира Либо Ниссан Кефирчик Почему бы и нет Основные моторы На нашем рынке Это те самые Двухлитровый Либо трехлитровый В6 серии ВК Очень надежные Прекрасные моторы В паре с механикой Либо автоматом Настоящим гидротрансформатором Совершенно неубиваемые Великолепные моторы Трансмиссии Прекрасная управляемость Но Даже двухлитровый На механике Никак не жрет Меньше 12 литров По городу Ну вот никак На автомате Это что-то около 15 литров А уж трехлитровый Даже на механике Не меньше 15 литров А уж на автомате Легко жрет 18-20 Зато динамика 200 лошадиных сил Прет Будь здоров К сожалению Все они тоже уже гнилые Поэтому Большой удачи вам В поисках Хорошего экземпляра Зато большой И мощный автомобиль За малые деньги Почему бы и нет Поэтому четвертое место На третьем месте Автомобиль Про который вы наверное Уже все забыли Однако Если вы вспомните Фильмы легендарного Французского режиссера Как его там звали И он еще снял Пятый элемент Ну Люк Бессон Ну вы точно знаете Тот самый Люк Бессон Так вот знаменитый Он прежде всего Был фильмом такси И в этом такси Главную роль сыграл Никто иной Как автомобиль Автомобиль Пежо 406 Ну конечно Французы Очень патриотичны Какой еще автомобиль Они могли включить В свою же Прекрасную комедию Так вот Кто бы мог подумать А сейчас эти автомобили Стоят копейки При этом Они обладают Весьма неплохой Коррозионной стойкостью Весьма надежными Моторами И довольно неплохой По надежности Подвески Они очень комфортны Да К сожалению Моторы небольшой мощности 1.8 и 2 литра Обладают Весьма неплохой Прожорливостью Те же 12 литров Они будут кушать По городу На ура Ни в коем случае Не берите Это автомашине На автомате Автомат там Просто ужасен Также можно найти Этот автомобиль В кузове купе Прекрасное купе Работы фирмы Пиненфарина Красивейшая машина Даже на базе Этого кузова Еще переделывают Бодикиты Продаются специальные Чтобы из этого автомобиля 406 купе Переделать его В феррари 430 Получается Очень похоже Такие киты Продаются полуготовые Прям пожалуйста Покупайте за 3000 Этот кит Еще за 3000 Эту Peugeot И у вас феррари Надо только приложить Правильные руки Но если вы не хотите Ничего прикладывать А ищите просто автомобиль То довольно неплохими Вариантами будет Двухлитровый Бензиновый Либо дизельный Агрегат С механической коробкой Передач В кузове седан Купе Либо хэтчбэк Это не важно В общем прикольный Автомобильчик Комфортный Приятный салон Но к сожалению Не ликвидный Никто не любит Этих французов Почему то Поэтому на следующем месте Самого безрассудного топа А почему бы и нет Рено Лагуна Еще один француз О нем я тоже снял Прекрасное видео Где все подробно рассказал Поэтому не буду ничего рассказывать И так мы плавно подошли К первому месту Самого безрассудного топа До 100 тысяч Почему бы не купить Маленький автомобиль Маленький Достаточно надежный Не очень ликвидный Пусть Но зато и затраты на него небольшие Это конечно же Автомобиль группы ВАК Не важно какой вы купите Шкоду Фабия Фольксваген Пола Сеат Ибица Это все будет в принципе Одна и та же машинка Одна и та же машинка На одной и той же платформе С одними и теми же моторами И на сегодняшний день В ценовой категории Около трех тысяч долларов Это довольно разумный экземпляр Небольшие эксплуатационные расходы Приятная управляемость Но к сожалению В эти деньги Вы скорее всего Купите автомобиль С мотором 1.2 А он не обладает Особенным Надежным ресурсом В общем Опять же подробно Я это все рассказал В моем видео Про автомобиль Шкода Фабия Удачи вам с ним Огромной вам всем удачи Спасибо что смотрели это видео Ставьте лайки Либо дизлайки Напишите в комментариях Под этим видео Какой еще топ Вы хотели бы Что бы я снял И пока